Дорогу молодым Вот это молодой взгляд, взгляд нашей молодёжи на выборы, на избирательное законодательство, на то, как работает избирательная система. Он, во-первых, поможет стать системе лучше, а во-вторых, привлечёт в систему выборов, в политическую жизнь, привлечёт наиболее активную, образованную нашу молодёжь. И мне кажется, что это очень важно. А давно вот такая существует молодая у нас? Молодые люди в избирательной комиссии, ну вот такой круг. Молодёжь в избирательной системе, она присутствует всегда, то есть молодые люди являются членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса, с правом решающего голоса. Очень много молодёжи приходит в качестве наблюдателей, но молодёжная избирательная комиссия – это вот первый созыв. Эта комиссия, я надеюсь, вот сейчас они наработают опыт, и через год мы надеемся, что именно эта комиссия проведёт выборы молодёжного парламента Карачаева-Черкесской республики. Он будет сформирован, предварительно вот все эти вопросы уже проговаривались, скажем так, со взрослым парламентом КЧР. И мне кажется, что это в обществе появится ещё один социальный лифт, который позволит вот активной молодёжи, молодёжи, которая ищет себя, найти, в том числе и в политике. Может быть, они войдут в какие-то политические движения, политические партии, может быть, кто-то из них придёт в избирательную систему. Но, безусловно, в обществе должна быть целая система таких социальных лифтов, когда парень, девушка, которые ориентированы на развитие, на то, чтобы что-то искать новое, должны себя находить и на госслужбе, и в политике, и, скажем, и в избирательной системе. Поэтому вот даже первые шаги молодёжи, которые представлены в молодёжно-избирательной комиссии, её рекомендовали нам и политические партии, и общественные движения, вузы, вот уже первые шаги говорят о том, что они очень активные, они хотят себя реализовать. И наша задача максимально дать им возможность это сделать. А вот вы говорили про первый созыв, это первый, да, получается, в истории, а уже сформирован, да, люди? Избирательная комиссия, мы принимали предложение больше месяца, опубликовывали, получили этот первый созыв. Те, кто не вошли, они вошли в резерв, потому что это жизнь, люди будут уходить, уезжать на учёбу, возвращаться. То есть будет состав, и плюс у нас ещё предусмотрена ротация руководящего состава, то есть председатель, заместитель, секретарь, они подлежат ротации, чтобы каждый из ребят, девушек могли себя попробовать в роли председателя избирательной комиссии, заместителя, секторя, чтобы у них вот этот навык выстраивания каких-то процессов управленческих, чтобы он был. Плюс ко всему, это очень связано с темой волонтёрства, потому что, если мы говорим о волонтёрстве применительно к избирательной системе, то здесь у нас есть задача обеспечить право на осуществление избирательных прав гражданам, которые ограничены в своих физических возможностях. Да, безусловно, мы можем отправить к ним комиссию, которая поможет им вне помещения проголосовать на дому, если говорить языком бытовым, но сегодняшнее время оно такое, что эти люди, они не хотят сидеть в четырёх стенах дома. И вот, когда встает вопрос о реализации ими права их избирательного, то вопрос становится и о том, что эти люди должны беспрепятственно попасть на избирательный участок, там им должны помочь весь этот путь пройти, получить этот бюллетень. И волонтёры в этом смысле, это очень большой подспорь, и я очень надеюсь, что вот помимо направления, которое будет называться как повышение правовой культуры, потому что мы же знаем с вами, у нас талантливая, образованная, замечательная молодёжь. Я глубоко убеждена, что они, каждое следующее поколение должно быть лучше предыдущего, иначе эволюции нет. Вот, но наша задача всё-таки сделать так, чтобы они, вот процесс поиска себя у них не затягивался. Для этого им надо дать все инструменты, они должны себя попробовать. Кто-то найдёт себя в волонтёрстве, благотворительности, общественной деятельности, кто-то в политике, кто-то в госслужбе. Вот, и в данном случае, вот через этот механизм молодёжно-избирательной системы, у них есть вариант попробовать себя в разных качествах и найти себя. А государственная власть, политическая система, на мой взгляд, получает механизм вот отбора самых талантливых, продвинутых. Вот, потому что вот по опыту работы избирательной комиссии КЧР средний возраст начальников отдела в избиркоме 28 лет. То есть начальники отделов у нас все молодые. И я вам хочу сказать, что вот это, на мой взгляд, это правильный шаг был, что мы сделали ставку на молодых. При уважении к возрасту, опыту, это всё никто не отменял. Но вот их азарт, их желание работать, их стремление сделать всё по-своему, на мой взгляд, даёт очень хорошие результаты. В общем, посмотрим. Я очень надеюсь. А вот сколько вообще вошло человек в первый состав и возраст участников? Вошло 15 человек. Возраст, ну, аналитику я не делала, но вообще мы ограничивали 30 годами. Но в основном это студенческая молодёжь. Есть люди уже закончившие вузы, работающие. В основном это студенческая молодёжь. А вот немножко как они подали, вот как формировался список? Они подавали документы или какой-то вот конкурс шёл? Во-первых, мы очень широко это рекламировали в средствах массовой информации. И любой студент, любой обучающийся в среднеспециальном учреждении имел возможность через свой вуз свои документы подать. Плюс те, кто участвует в каких-то волонтёрских движениях, общественных движениях, политической деятельности, то есть в молодёжных отделениях политических партий. Есть просто люди, которые приходили в какую-либо из политических партий и говорили, я хочу войти в состав молодёжной избирательной комиссии. Так формировался состав. Районы рекомендовали, районные наши, я имею в виду, территориальные комиссии. Вот ту молодёжь, которая как-то себя проявила, тоже рекомендовали, и мы тоже рассматривали. И это, мне кажется, что вот тот первый самый наш набор, мне кажется, он обещает быть очень удачным, потому что вот по подготовке этого мероприятия мы практически ничего не делали. Всё делали сами. Сама молодёжная комиссия, сами готовили мероприятие. Мне кажется, что вот они смогут избежать зачастую той официальщины, в плохом смысле слова, тех вот каких-то таких старых подходов, которые мешают молодёжи, когда она сталкивается с выборами. Вот мы хотим, чтобы они говорили о выборах языком молодых, с молодыми и для молодых. Мы не самоустраняемся сами от разговора с молодёжью, но мне кажется, что ровесники говорят всё-таки на одном языке более понятным друг другу. А вот в предстоящих выборах в сентябре они будут как-то принимать участие? Я очень надеюсь, потому что, во-первых, безусловно, они сейчас вот уже делятся на направление работы, то есть кто-то будет заниматься просветительской деятельностью, повышением правовой культуры молодых избирателей, кто-то будет заниматься волонтёрством. Вот сейчас у них есть возможность в зависимости от своих, скажем так, устремлений выбрать то направление работы, которое им ближе. И я абсолютно убеждена, что в выборах кто-то будет заниматься наблюдением за тем, как будут проходить выборы на участках, кто-то возьмёт на себя взаимодействие с соцсетями и СМИ. Это тоже очень важное направление, потому что вот даже опыт президентской компании показал, что молодёжь откликнулась лучше на такие формы, допустим, как селфи-конкурс, чем на какие-то традиционные формы приглашений на выборы и всё прочее. То есть молодёжь, я готова спорить с оппонентами, которые говорят, что у нас молодёжь не интересуется политикой, не активная. Молодёжь у нас активная, она интересуется всем, в том числе политикой, но наша задача всё-таки не навязывать им свои представления, а разговаривать с ними на том языке, который сегодня им ближе. Редактор субтитров А.Сёмкин